Здравствуйте, господин Гладченко. Сегодня встречаемся с вами в аэропорту Шереметьево после вашего прилета с Майами, с Первенства Мира, среди кадетов до 18 лет. Но первый вопрос, как долетели? Долетели хорошо. Отдохнули в самолете? Ну как, отдых, перелет такой большой, отдыхом назовешь, более-менее нормальный. Хорошо. Сейчас уже все позади, дальше ничего страшного. Десять лет в этом году, дата, которая на посту у вас, как главного тренера сборной команды России по кадетам. Какие-то итоги можете подвести своей деятельности трудовой? Во-первых, по поводу Майами, я очень рад, что мы заняли первое место общекомандное среди ребят. Мы выиграли у японцев, японцы на втором месте, а у сборной Грузии на третьем. То, что мы выиграли, это радует. Из трех чемпионатов мира, два мы были сильнее у японцев. Только на одном, в Киеве, втором месте. То, что завоевывало количество медалей, по семь медалей было на каждом чемпионате мира. Три чемпионата мира на каждом чемпионате, каждый раз по семь медалей, это много на самом деле. Тем более, в этот раз мы представляли, ребята представляли в всех категориях, только в пяти были представлены. И поэтому во всех категориях завоевываны медали. Это здорово. То есть, можно подвести так к тому, что за 10 лет достаточно большая работа была проведена, и вы как тренер можете для себя оценку поставить? Отлично. Я к тому, что как раз 10 лет, это я так образно сказал, 10 лет, это огромный срок, и тем более в этом году мы преодолели барьер в 100 медалей. И на данный момент у нас получается 115 медалей, 53 золотые. Так, и сколько это в килограммах, и если в золото перевести, и потом в доллары, сколько получится? Большая сумма. Не знаю. Хорошо. Кто куда переводит. Для меня только медали. За вот эти 10 лет, ну такой вопрос, как бы сказать, хотя бы одна тренерская неудача, на ваш взгляд, и одна тренерское супер достижение. Одно тренерское супер достижение. Суперское достижение, это было, скажем, хотя и в этом году 10 медалей не завоевали, в общем, за три старта. А в 2009-м за три старта было 14 медалей. Это наилучший результат был. 7 чемпионов Европы, 4 чемпиона мира и 3 английского фестиваля. Поэтому наилучший. А то, что каких-то провальных моментов, их по сути и не было. Нет, ну это имеется ввиду, это спортивное, как бы, то есть, как тренерских неудач у вас не было за эти 10 лет. Таких, как-то, да. В одном из интервью вы сказали, что ваш любимый дзюдоист Ясухиро Масито. И используете ли вы какие-то приемы, да, в подготовке спортсменов, его именно, Ясухиро Масито, какие-то технические действия. Я просто привожу, я всегда пример, как говорил Ясухиро Масито, что нужно те люди побеждать, которые умеют терпеть, которые проявляют характер. И бывает так, что и проигрывают, и схватывают, и не выигрывают. Поэтому действительно нужно терпеть, проявлять характер. Тогда человек будет бояться. Сейчас вам приходится работать с кадетами. Этот возраст становление уже профессионального спортсмена, его амбиции и так далее. С какими сложностями вам приходится сталкиваться в этой связи? Можете вспомнить какую-нибудь историю? Как вам приходится работать? Или вы придерживаясь принципов, как Ясухиро Масито, да? Да нет, ну как тут принцип-то, характер, это все же было. Конечно, постоянно напоминаешь об этом. Так, чтобы какие-то принципы. Есть у нас, как говорится, накатанная схема, как мы подводим себя к соревнованиям, и она всегда себя оправдывает. И у нас таких, поэтому и провальных выступлений не было. А если провальных нет выступлений, зачем менять что-то? Нет, где-то что-то мы изменяем, конечно, но в принципе, общий остается, как и было. Такой вопрос, почему вы не стали брать чемпионат мира весовые категории 50-55 кг? А потому что я уже знаю из прошлого года, из этого года, что люди в этих весовых категориях очень сложно было бы им завоевать. А в этих весовых категориях больших у нас каждый из них мог завоевать медаль не один, а вот то, что мы взяли людей. У нас получилось три человека без медали, один пятым стал, а два как бы проиграли только. Получилось. И то, и так, ну дело случая, тот же Башаев, он и Часыгов, Олимпийский фестиваль выиграл. Башаев в Торемной Европе был, и он вполне мог отбороть. Бывает же там случайность или адаптация у кого-то прошла хорошо или плохо. На самом деле, многие ребята в адаптацию попали и тяжело дышать. Следующий рубеж, следующее десятилетие, какие вот уже задачи, какие-то с собой. Я не знаю, что будет через год. С собой, ну, какие-то планы есть на будущее сейчас? Планы такие, чтобы те ребята, которые боролись у меня в одетках, чтобы они продолжали бороться в основной команде уже взрослой, как в свое время там Галсян, Денисов, которые сейчас лидерами являются. Вот эта задача, чтобы они не только на кадетском юношеском возрасте бороться, а именно на молодежном взрослом. Ну и вы ждете молодых? Пополняющих? Да. Конечно, ждем. Хорошо. Вот какая-то история, вот какую-то историю вы мне рассказали из своей спорта. Хорошо, свеженький анекдот. У меня сейчас голова вообще как-то... Свежий анекдот какой-нибудь для юмора. Для юмора? Свеженький там есть? Не, вы. Не, не, я не буду человеком, я в гуматозном состоянии. Спасибо большое, удачи вам. Да, мы вас поздравляем. Спасибо. Давайте.